МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Нормальные и любящие родители всегда чего-то ждут. Ждут, когда ребёнок сядет, когда пойдёт. Потом ждут, когда заговорит. Ждут, в конце концов, придёт ли он сегодня домой ночевать. Но первое, чего они ждут, ждут, появятся или нет у него зубы. Вот о первых зубах мы сегодня и поговорим. Пойдёмте. Итак, наша сегодняшняя тема – первые зубы. Первые зубы, как всё первое, всё это помнится. Я, кстати, должен заметить, что, как правило, взрослая женщина помнит точно две вещи. Первый поцелуй и первые зубы своего ребёнка. Вы помните первые зубы вашего ребёнка? Чё, вы говорите, конечно. А что больше запомнился, этот первый зуб или первый поцелуй? А, Луиза Васильевна? Первые зубы. Вот, как правило, это именно так, да? Да. Когда первый поцелуй, ещё не всё понятно, ты такая же, как все или нет. Но когда вы видите у своего ребёнка первый зуб, вы точно понимаете, началось приобщение к миру взрослых. Мы такие же, как все, мы нормальные. Слава тебе, Господи, появился зуб. Кстати, а что думают сами дети про первые зубы? Давайте посмотрим. Посмотрим наших экспертов. Человек, наверное, будет один. В одиннадцать. Наверное, двадцать. И восемь, наверное. Восемьсот уже не у человека, а у животного. Четыре. Не знаю сейчас сколько. У меня сейчас молочный. Сейчас посчитаю. Только по-английски. Хуан. А у моего братика уже есть три. Очень много зубов. Три. Три. Растут, 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 растут с детства. Хо. Пайв. Когда зубки только ежутся, они боятся чешутся. Они плачут, моя сестычка плакала. Семь, эйд. У меня такая игрушка есть специальная. И они грызут её. У братика моего есть такие резиновые нога и рука. И он ими так шьёт. Убить мячика, когда всё время ползает, она берёт его в рот и ползает в левую морду. Убить мячика. Ну, а Батику, моему кузену, помогает, так она ему мажет зуб. Она ещё её успокаивает. Гладит. Ну, я ему отдавал твёрдую игрушку, чтобы грусти. Сотин флотин. У меня зубки растли, но я не плакала. Мне вот жара. Два выпала. А у меня пятый. Транситур. Транситур. Двадцать два. Просто замечательно. Просто. Итак, первые зубы. Сразу скажу, что по моему многолетнему опыту, зубы это тема, которая, особенно первые, очень редко и по-настоящему волнует детей. Но всегда и очень по-серьезному волнует родителей. Самое сложное, наверное, в первых зубах, это то, что родители, они не готовы поверить доктору в то, что он ничего с этими зубами сделать не может. Но вот хоть все педиатры мира будут биться головой об стенку, или что-то делать с этими деснами, каким бы то ни было способом повлиять на порезывание зубов, мы не можем. И, наверное, главная наша задача в порезывании зубов, это не столько вылечить ребёнка, сколько успокоить его маму и папу. Собственно, этим на приёме практически всегда и приходится заниматься. У вас был на приёме Алексей Семёнов, своей женой и семимесячной доченькой. А мы там много обсуждали проблемы зубов. Давайте посмотрим. Давайте. Это Алексей Семёнов. Он телезвезда, потому что ведёт программы для родителей. А ещё он папа маленькой телезвёздочки, Аглаи. Ей семь месяцев. А это Аня. Она музыкант. Но сейчас работает мамой. Мама и папа очень-очень ждут, когда у Аглаи появятся первые зубки. Даже по ночам ей заглядывают в ротик и проверяют, выросли зубки или нет. Не выросли. Надо бежать к доктору Комаровскому. Пришили родители. И побежали. Привет. Давай посмотрим. Ты поёшь? Давай. Давай. Поёт. Замечательный ребёнок. Замечательный. Давай. Давай посмотрим тебя, да? Так, давай лапы свои. Давай покажем. Что как у тебя там? Опа. Ну так у тебя и мускулы, и бицепсы, и аще. Да? Она сильная девочка. Ты говорят актриса, да? Смотрите, какая прелесть. Глашуля. О, смотри, родственники. Замечательно. Так, сейчас мы посмотрим. Хорошо. Мы её готовим в прекрасные жёны. Мать, мать, иди ко мне. Иди ко мне. Что за глупости вы говорите? Зачем мне надо постоянно бояться за жизнь мужа? Да у кого шило в заднице, расскажите мне, пожалуйста, что тут происходит? Куда вы собрались, девушка? Она активно живёт просто. Со второго дня рождения. Давай садись вот туда, вместе с детёнышем. Отец, забирай ваши барские туфли. Вот. А и посмотрим вам горлышко. Точнее, ваши уже теперь предстоящие зубы, в предвкушении которых вся эта семья живёт. Она очень охотно открывает рот. Мы периодически пытаемся посмотреть, но достаточно сложный процесс, потому что она смыкает дёсны. Слушайте, ребята, этому надо столько лет учиться. Смотри, что тебе надо. Тебе надо, во-первых, отклониться. Вот так вот, чтобы она... О, всё, замечательно. Теперь одной рукой обними её. Обе руки. Обняла её вот так. Вот, умничка. Всё, обе руки. А второй рукой лоб. Лоб. Давай, Глашуля, покажи свои голосовые способности. Вот, молодец, всё, отлично. Давай, принцесса, смотрим дёсны. Отлично. Молодец. Отлично. Отлично. Всё. И? И верхнюю. Отлично. Всё. Красовица. Всё. По крайней мере, зубов нет, но и никаких воспалений дёсен у вас тоже нет. То есть, тема прорезывания зубов на сегодня очень беспокоит уж точно не этого ребёнка. То есть, есть у вас проблемы, проблемы есть, они есть у мамы и папы, которые ужасно озабочены прорезыванием зубов. Чего вы вообще лазите ей в рот? Чего вас это... Отказывай, у меня, Олега, смотрите. У нас примерно два месяца назад няня прибежала с такими вот глазами и говорит, у Глаши начали лезть зубы. И мы удивились, подошли Глаши, действительно задрали так верхние... Стоп, стоп. Почему вы удивились крику лезут зубы, а не тому, что вообще няня прибежала с криком? Вообще, почему прорезывание зубов является поводом кричать? Да нет, радость. А, это такая радость. Глаши зубы, вот так она... Вот честно вам скажу, медицинская наука, вот это должны знать все, не имеет никаких способов влиять на прорезывание зубов. То есть вот если у вас нет зубов, то трудно себе представить, чтобы доктор как-нибудь закапал ей какие-то капельки или дал таблетку, или чем-нибудь, и вы как саблезубые тигры поскакали под... Нет, такого не бывает. Это первое. Второе. Представить себе ребенка, у которого не вылезли зубы вообще. Сложно. Ну это не просто сложно, а это уникально. Нормальный ребенок, у которого будут зубы, естественно. Просто у нас, как только вот приходит вот этот возраст, 6 месяцев, мы уже морально все абсолютно готовы, готовы любое нарушение поведения связать с зубами. То есть вот она вякнет, какнет, пукнет, крикнет, первым делом кто-то начнет лазить ей в рот и выяснять...